Всем привет! В этом видео я хочу с вами поделиться вот такими красивыми муссовыми пирожными сердечками. Пирожные будут не простые, а веганские. Мусс будет без яиц, без молочных продуктов и без желатина. Если вам интересно, смотрите дальше. Для мусса нам вначале надо приготовить заварной крем, и только потом мы можем готовить сам мусс. В ковшик ставим все ингредиенты для заварного крема. Это кокосовое молоко, сахар, кукурузный крахмал, ваниль по желанию. Можно вместо ванили добавить или корицу, или любую другую вкусовую добавку. Ковшик ставим на плиту на средний огонь и варим, помешивая до загустения. Можно попробовать на вкус. Если не чувствуется вкус крахмала, то крем готов. Снимаем крем с плиты, отмеряем нужное количество крема и будем готовить уже мусс. Смешиваем агар и сахар. В ковшик наливаем обычную воду. Воду ставим на плиту, немного подогреваем и сыпем агар с сахаром, постоянно помешивая. И варим вот эту жидкость до загустения. Становится вот такая гелевая масса. Помешиваем лопаткой, увариваем пару секунд после загустения. К заварному крему добавляем гель с агаром, перемешиваем венчиком до однородности. Далее взбивай сливки. У меня овсяные сливки для взбивания. Они взбиваются так же само, как обычные сливки. И добавляем к заварному крему. Лучше, чтобы в этом моменте крем еще оставался теплый. Если он остыл, его можно немного подогреть в микроволновке, так как тут агар. А агар стабилизируется при примерно 40 градусов. При добавлении сливок вся эта масса очень быстро остывает. Поэтому надо венчиком очень хорошо перемешивать. Сливки вмешали примерно в 2-3 этапа. Все хорошо перемешиваем. Вначале венчиком, потом лопаткой. Если поискать в интернете рецепт муссовых пирожных, то вариантов немного. И те варианты, которые есть, они в основном готовятся из орехов кешью и кокосового масла. Вот это мусс, как бы вот эта масса готовится вот из этих ингредиентов. И для меня это по структуре не напоминает мусс. Это да, вкусно, но это не мусс. Это не муссовое пирожное. Поэтому я с пробами и экспериментами выявила вот такой свой рецепт, который и визуально, и по структуре, и есть. Муссовое пирожное. Тут у меня подготовленный клубничный конфи. Конфи на пектине. Выдавливаю нужного размера сердечки. Куриное. Продолжение следует. Чтобы было удобнее наполнять формочки, мусс перекладываю в кондитерский мешок и из кондитерского мешка наполняем формочки наполнять надо аккуратно не спеша и в то же время не надо медлить так как агар стабилизируется при остывании ставим клубничный мармелад придавливаем формочки надо наполнять так чтобы нигде не оставались пустоты никакие пузыри чтобы не были чтобы в конце пирожное было гладкая ровная красивая спатулой ровняю поверхность где не хватает мусса там еще добавляю где лишнее там снимаю замораживаем пирожное так же само как обычные муссовые пирожные камень эти пирожные мне заморозились через пять часов тут у меня подготовленный бисквит шоколадный бисквит без яиц без молочных продуктов подробный рецепт этого бисквита я добавлю в отдельном видео очень сочной вкусной ароматной даже сам по себе без дополнительных добавок очень вкусный как кекс но структура у него не как у кекса а вот какой-то бисквит а тут я подготовила велюр этот велюр у меня без белого шоколада достаём замороженные пироженки вот такие глянцевые наносим велюр велюр использовала 27 градусов каждая пироженку я провелюроваю отдельно ставлю на подложку на нашу велюр и потом переношу спатулой на бисквит эти пирожные можно покрывать велюром вместе с бисквитом поставили пирожные на бисквит и все вместе покрываем велюром и немного расскажу про наполнение этого мусса форму вот видите такие не маленькие пустоты остались на пирожных когда их покрыла велюром велюр сразу выделяет каждую мелочь где остается какая-то маленькая дырочка где не попал мусс то потом это все видно на пирожном если вы его покрывается велюром поэтому если торт пирожное покрывается велюром их надо очень аккуратно наполнять формочку чтобы не оставались нигде пустоты особенно если вот готовить мусс на агаре вот такой мелкий велюр очень мелкий велюр получается если готовить велюр на темном шоколаде то для веганов подойдет темный шоколад без молочных продуктов это не проблема а если хотите приготовить веганские пирожные в ярких цветах то надо или специальный белый шоколад который подходит для веганов ну его сложно купить он не валяется в каждом магазине поэтому я придумала альтернативу чтобы получился велюр и в то же время чтобы этот велюр был веганский я взяла какао масло и вместо белого шоколада добавила арахисовое масло арахисовое масло дает велюру вот эту консистенцию цвет то также само как белого шоколада конечно белый велюр не получается он такой немного желтоватый но структура консистенция получается очень хорошая окрасила вот этот велюр такой яркий оранжевый цвет про красители пищевые я тут тоже знаю что есть специальные веганские красители но у меня обычные красители это уже кто веган тот конечно использует специальные веганские красители на 100 грамм какао масла 50 грамм арахисовое масло арахисовое масло надо брать без ореховых кусочков все это надо перебить блендером и пропустить через мелкое сито разрезаю вот это первое пирожное еще клубничный мармелад не полностью разморозился на следующем кадре уже видим как клубничный мармелад выглядит полностью размороженный и когда он стоит при комнатной температуры это пирожное не из холодильника а вот я его держала при комнатной температуры чтобы он полностью разморозился и третий кадр это пирожное на второй день сутки прошли и вот так выглядит очень хорошо держит форму и в то же время он очень нежный очень такой воздушный чем хороши вот веганские пирожные это не только для веганов ну когда хочется что-то вкусное в то же время очень нежное то почти все веганские пирожные которые я готовила они настолько нежные только вкусное что кажется их можно кушать весь день и не наесться пирожное можно конечно покрывать и зеркальной глазурью у меня есть на канале веганская глазурь ссылку оставлю в описании такие нежные очень красивые пирожные получается не бойтесь экспериментировать порадуйте близких удивляйте гостей всем пока